В эфире информационная программа «Неделя города» и я, ее ведущая, Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Километровые пробки и шквал негатива. Мэрия отказалась от идеи сделать левый поворот на перекрестке улицы Вокзальной. Познакомился в интернете, облил зеленкой и обокрал. В Рязани задержан подозреваемый в серии нападений на женщин. Почему скорая помощь приезжает не скоро? Несколько дней подряд. Постоянные пробки на Московском шоссе. Все из-за демонтирования светофора на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Конструкцию установили в понедельник. Новый светофор разрешил поворот на вокзальную со стороны Московского шоссе при движении в центр города. Рязанские водители, в свою очередь, остались изменениями недовольны. В социальных сетях появились посты с комментариями автолюбителей, которые попросили убрать поворот и отключить доп. стрелку. В городадминистрации сообщили, что работа светофора в тестовом режиме себя не оправдала. И градоначальники рассмотрят иные варианты оптимизации транспортных потоков на этом участке. В четверг в Рязанском областном суде вынесли приговор по громкому уголовному делу в отношении жителя Касимовского района. 55-летнего Касимовца обвинили в убийстве троих человек. На заседании суда был Валерий Седов. Суд установил. Тимофеев совершил убийство Русакова Витимкина и Витина, то есть умышленной причине смерти двум и воля, а именно трём лицам. Первое убийство, которое совершил обвиняемый, произошло в 2014 году. Он распивал алкоголь в компании двух друзей. Через какое-то время в адрес Владимира Тимофеева посыпались колки и комментарии от одного из собутыльников. В тот же день, оставшись с ним один на один, обвиняемый его убил. Тело он закопал на своём дачном участке. Спустя два года ситуация повторилась вновь. Как позже признался подсудимый, второе убийство также произошло из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Тело было также похоронено на дачном участке. Третьей жертвой Владимира Тимофеева стал 14-летний подросток, который часто заходил к нему в гости. После пропажи юноши в полицию обратились его родственники. В рамках расследования уголовного дела был проведён ряд сложных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические, генетические. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Касимовец признан вменяемым. Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области и предоставленные государственным обвинителям в ходе судебного заседания доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимира Тимофеева. А 22 марта 2018 года житель Касимовского района Рязанской области признан виновным и осужден за убийство трёх лиц, совершённые им в 2014, 2016 и 2017 годах. По пункту А, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В редакцию нашего телеканала возросло количество обращений от жителей города. По их словам, время приезда медиков не укладывается ни в какие нормы. Но об организации работы скорой помощи строго судят только те, кто не имеет о ней никакого представления, уверены на центральной станции. Мы пообщались с теми, от кого зачастую зависит наша жизнь. Медики четко объясняют, есть градация всех вызовов. Схематично ее можно представить так. Все звонки на номер 03 поступают в единую диспетчерскую службу. Уже оттуда, с помощью специальной компьютерной программы, вызовы распределяются либо по районам под станцией, либо в поликлинику по месту жительства обратившегося. И такой вызов уже приобретает статус не отложной помощи, а не скорой. К экстренной помощи относятся все угрожающие жизнесостояния. И тогда наше время доезда, оно 20 минут, и оно всегда остается таким, до 20 минут. И мы всегда приезжаем без опоздания. Но в последнее время появилось большое количество вызовов по так называемой неотложной помощи. Это обострение каких-то хронических заболеваний, внезапных состояний. И вот тогда, тогда время доезда, люди должны это понимать прекрасно, оно составляет до двух часов. Чтобы уложиться в действующие нормативы прибытия на вызов, врачи центральной станции направляют к пациентам ближайшие свободные бригады медиков. Все кареты скорой помощи оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Обслуживают город 43 бригады. Они распределены между четырьмя подстанциями и центром. За сутки на номер 03 в Рязани поступает порядка 800 звонков. При этом две трети всех вызовов, на которые выезжают экстренной помощи, не требуют. Мы бы хотели просто просить, чтобы добрее относились к бригадам скорой помощи. Я понимаю, что люди ждут, иногда ждут достаточно долго, но люди должны понимать, что бригада к ним едет не потому, что не хочет, а потому, что она вот в этот данный конкретный момент находится у другого пациента, который дозвонился раньше. И не более того, у нас люди практически не отдыхают, фактически работают в круглосуточном режиме. Естественно, с огромной нагрузкой мы обычные, обыкновенные люди, мы тоже болеем и прочее, тем не менее, люди ездят. В поликлинике вызовы направляются только в часы работы медучреждений с 8 утра и до 7 вечера. В остальное время оказание неотложной помощи ложится на работников скорой. И тут могут возникать трудности с нехваткой персонала. На сегодняшний момент в Рязанской скорой помощи работают 318 фельдшеров и 65 врачей, а по нормам должно быть более 400 фельдшеров и 150 врачей. Всего не хватает около 200 специалистов. И это парадокс – нехватка медперсонала в городе, где работает один из самых крупных медицинских вузов страны, а также медколледж. Мы постоянно работаем с медицинским колледжем. Вот, в частности, сегодня в 2 часа состоится тоже конференция. Мы туда едем и будем рассказывать молодым специалистам, студентам, чтобы они приходили к нам на скорую помощь. Нехватка медицинских кадров и особенно врачей скорой помощи. В последние годы стала актуальна практически для всех регионов страны. Алена Куколева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Зампред Рязанского правительства Сергей Самохин покинул свой пост. Об этом сообщает сайт RZN.info. Как пишет сайт, о причинах ухода неизвестно. Сергей Самохин работал в областном правительстве с 2008 года. Он занимал должности министра, руководителя аппарата, первого зампреда правительства и курировал вопросы главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона. По результатам голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды было выбрано 4 территории, которые благоустроят в этом году. В список попал городской лесопарк. Как изменится главная зеленая зона города, расскажет Валерий Седов. Зона проката велосипедов, кафе, раздевалки и турники. Все это в скором времени появится в городском лесопарке. Уже разработаны проекты, позволяющие увидеть, как все будет выглядеть в будущем. Изменения планируются колоссальные. Веревочный городок, 4 детские площадки и много новых зеленых насаждений. Идет речь о создании хорошей, крупной зоны отдыха, который будет включать и набережную, и парковки, и центральную площадь. Центральная площадь для проведения основных мероприятий прямо на берегу Акии. Детские площадки, спортивные площадки, пляж. Будет содержаться в этом году исключительно силами администрации. В лесопарке появится и спортивный комплекс. Размещаться он будет прямо под эстакадой. По словам исполняющего обязанности главы администрации города Рязани, для здоровья это совершенно безопасно. Были проведены замеры экологической лаборатории и все показатели в пределах нормы. Сергей Карабасов отметил, что размещаться в спортивный комплекс будет именно под эстакадой, а не в стороне. Он также уточнил, что вдоль дорожного полотна на этом участке дороги будут установлены защитные экраны. Попасть в спортивный комплекс можно будет, если приобрести социальный абонемент. Сергей Карабасов сообщил, что цена его скорее символическая – около 1000 рублей в год. Это сделано для того, чтобы, во-первых, содержать учреждение, чтобы это было на самоокупаемости, чтобы везде был порядок, обслуживалось, проводились мероприятия, туалеты были чистые, раздевалки в порядке, ну и при этом, чтобы все себя чувствовали в безопасности. Рязань не первый город, в котором спортивный комплекс будет размещаться прямо под эстакадой. Подобный проект уже существует в Москве, где постройка находится под третьим транспортным кольцом. И в Калининграде. Поэтому при строительстве учтен опыт других регионов. На презентации нового проекта присутствовал и вице-президент Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис. Он рассказал, что идея разместить спортивный комплекс под мостом отлично прижилась в других городах. Не сомневаюсь, что он станет клаванской площадкой в городе. Знаю это по опыту себя в Москве, хоть площадок много спортивных, но как только открывается общедоступная площадка для населения, сделанная с умом, подчеркиваю, которую не на раз-два, не за секунду придумали, а прорабатывали, общались со всякими экспертами. Вот, поэтому молодежи там будет. Сергей Грунис присутствовал на презентации не случайно. В этом году в Рязани пройдет баскетбольный турнир под названием «Железка», в котором примут участие 600 команд. В настоящий момент Ассоциация уличного баскетбола Рязани отправила документы в Ассоциацию баскетбола, чтобы провести Кубок России по этому виду спорта в нашем городе, на территории лесопарка. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении как минимум четырех разбойных нападений на женщин легкого поведения. В отделы полиции обратились жительницы областного центра с заявлением о разбоях. Мужчин дамы принимали у себя дома, поэтому получить доступ в жилье грабителю было несложно. Предварительно договорившись о встрече, он приходил к ним под видом клиента и приступал к активным действиям прямо с порога. Обливал женщин зеленкой и доставал нож. Пока хозяйка дома приходила в себя, молодой человек проходил в квартиру и разживался деньгами и ценностями. Одна из потерпевших лишилась 9 тысяч рублей и золотых украшений. Сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России Паризанской области сопоставив описание внешности, кадры, средств видеофиксации и иную информацию, идентифицировали личность предполагаемого налетчика. Им оказался 28-летний, ранее судимый за кражу, разбой и угон автотранспорта, мужчина, который только в январе 2018 года освободился из мест лишения свободы. Сыщики установили, что злоумышленник проживает на съемной квартире на улице Фрунзе и провели операцию по его задержанию. В дальнейшем в ходе оперативной работы сотрудники полиции выявили два дополнительных эпизода разбоев в железнодорожном районе. Как выяснилось, в квартире на улице Вокзальной нападению подверглись две женщины 28 и 29 лет. Избив их, налетчик отобрал два мобильных телефона. Другая, потерпевшая 32 лет, проживавшая на этой же улице, под угрозой ножа лишилась денег, телефона, планшетного компьютера и ножа Мачеды. В результате следственно-оперативных мероприятий полицейскими изъята часть похищенного, золотые изделия и средства связи. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 ст. 162 УК РФ, РФ, разбой санкции которой предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Проводится расследование. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уровень доверия полиции Рязанской области составляет 59%. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Сергей Лебедев. По итогам прошлого года в регионе отмечено сокращение преступлений всех категорий. Так, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 12% против собственности на 8, бытовых на 15. По словам начальника полиции, уровень преступности в Рязанской области – один из самых низких в Центральном федеральном округе. 21 марта отметили Всемирный день человека с синдромом Дауна. У людей с таким заболеванием в 21 паре хромосом была выявлена дополнительная третья. Поэтому для памятной даты был выбран мартовский день. Сегодня нужно знать – это не болезнь. Такие люди одарены особой генетикой. Но им и их близким всю жизнь приходится бороться с предрассудками. Александре всего год, и она не подозревает, что природа вмешалась в ее развитие и внесла изменения в набор хромосом ДНК. Она обычный ребенок. Добродушный, веселый, любит играть и улыбаться. Обожает маму, папу и старшую сестру. Иногда, как и другие, дети капризничает. Родители Саши узнали о том, что их ребенок родился особенным в роддоме. Принять ситуацию и идти дальше, рассказывает Мария. Ей помогла семья и знакомство с другими родителями. Конечно же, мы не ожидали, мы не знали. И, конечно же, сначала полный провал вообще всего. И страх, конечно, это первое. Это то, что, наверное, приходит к любому человеку, который оказался в подобной ситуации. Но, слава Богу, у нас крепкая семья, много родственников, которые все нас поддержали. Мы ни от кого сразу ничего не скрывали. Помогло то, что родители Александры познакомились с семьей, где растет такой же мальчик. Общение людей, которые оказались в схожей жизненной ситуации, поддержали семью. Приехал муж и говорит, мне, ну, тебе нужно повидаться с замечательным мальчиком, с замечательной семьей, и тебе просто станет легче. И мы действительно приехали. Замечательную такую семью. Их мальчик у Теми 8 лет. Он учится в общеобразовательной школе. Его просто обожают в школе. Он абсолютно обычный мальчик. Родители у Александры очень активные. Они постоянно участники специальных конференций в Москве. А их дочери с первых дней жизни посещают бассейн и уже демонстрируют успехи в плавании. Именно спорт является важной составляющей успешного развития малыша. Плавание помогает преодолевать гипертонус всего тела, который свойственен особенно малышам. Помогают также семье специалисты из Рязанского дома ребенка и организации «Добрые сердца». А то, что необходимо самой Саше, это толерантность и воспитание как раз тех, кто не имеет ограничений в здоровье. Инклюзия – это просто панацея для наших детей. Не только для наших детей. Дети с любыми другими особенностями, они просто нуждаются в том, чтобы их, во-первых, не прятали, их любили. Не только мама с папой, а окружающие. А как этого достичь? Их не нужно прятать изначально. Если ребенок пошел в детский сад, и рядом с ним особенный ребенок, он, придя в школу, уже не будет к нему относиться по-другому. Он его видит с первых дней жизни своей практически. Еще недавно они были закрыты от общества. Сегодня люди с синдромом Дауна добиваются успехов в спорте, искусстве, бизнесе. А самое главное – дарят любовь окружающим людям. Они просто должны знать, какие они бывают. Это и наша задача – показать им, какие они бывают, какие они добрые, какие они солнечные, какие они любвеобильные. То есть, главное – показать, наверное, то, что их не стоит пугаться, а просто, наверное, стоит улыбнуться. Алена Кукулева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязани продолжают проводить уникальные операции. 21 марта в Рязанской областной клинической больнице состоялась научно-практическая конференция. О ней расскажет подробнее мой коллега Валерий Судов. Спортивная травматология – одно из важнейших направлений в медицине. Широко известный факт, что люди, связанные со спортом, получают в разы больше увечий, в отличие от других. Также нередкими становятся случаи, когда из-за травм спортсмены заканчивают свою карьеру. Изменить ситуацию в лучшую сторону стараются хирурги со всего мира. Россия не осталась в стороне. В Москве не первый год существует европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии. 21 марта ее директор Андрей Королев посетил Рязанскую научно-практическую конференцию. Произошло это благодаря поддержке местных врачей-энтузиастов, которые хотят поставить ортоскопические операции на поток. Весь смысл этой операции именно, чтобы она стояла на поток. Если их делать один раз в месяц, никогда не научишься их делать действительно на хорошем уровне. Это самое главное. В настоящее время в клинике, наверное, процентов 90 есть для выполнения этих операций. Безусловно, что-то мы подкупим, чтобы ставить на поток. Первыми начинали ортоскопические операции. Сейчас они уже стоят на потоке, делаются на очень высоком уровне в отделении ортопедии в нашей клинике. Мы этим безумно гордимся. В настоящее время ортоскопические операции стали новым словом в хирургии. Проходят они с минимальными травмами. Хирург делает всего несколько надрезов. Врач пользуется эндоскопом, небольшой камерой, изображение с которой выводится на экран монитора. Ортоскопическая хирургия – это одна из наиболее актуальных тем современной травматологии ортопедии, которая очень быстро развивается. Появляются новые инструменты, новые технологии, новые металлические сплавы, металл, который вообще не ломается где-то там в глубине человеческого тела. Пластмасса, которая абсолютно не отторгается человеческим телом. Появляются рассасывающиеся имплантаты, которые бесследно исчезают через какое-то время. И, соответственно, это позволяет через минимальные повреждения кожных покровов, соответственно, и мышц, и фасций, и связок сделать внутри очень большую операцию. Операции на плечевом суставе в Рязани еще не проводились. Пациентка – совсем юная девушка, которая занимается греко-римской борьбой. По прогнозам врачей, после операции она вернется в спорт уже через несколько месяцев. Все, что происходит в операционной, видят люди в конференц-зале. В этом, как отметил главный врач ОКБ, особенности всех мастер-классов. Приглашенные хирурги проводят операцию и комментируют свои действия. В любой момент зрители могут задать интересующий их вопрос. Это один из факторов, по словам Дмитрия Хубезова, который повышает уровень обучения у студентов. Мы очень надеемся, что ортроскопическая хирургия при наличии энтузиастов, а энтузиасты этой хирургии в этой клинике есть, она станет таким высоким стандартом, и клиника сможет помочь всем пациентам из окрестных районов России получать здесь хорошую, современную, высокотехнологичную помощь. Андрей Королев отметил, что Рязань – город спортивный, и очень важно развивать направление спортивной травматологии и ортопедии. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. В горах Сочи дети поправляют здоровье на лыжах мечты. Реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья помогают горные лыжи. Уникальную программу терапевтического спорта реализует горный курорт «Роза Хутор». Начиная с января ее участниками уже стали более 70 детей-инвалидов с различными диагнозами. Среди них и юный рязанец. Мальчику, который умело покоряет горный склон, всего 8 лет. С рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП пластика гиперкинетической формы. Говоря простым языком, все мышцы в теле мальчика всегда напряжены. По словам родителей, они перепробовали самые разные методы лечения. Даже полет в Китай и местная медицина не принесли каких-то весомых результатов. Три года назад Виталий Бочкарев узнал о таком необычном методе, как горные лыжи. И тут же рассказал об этом супруге. Когда мне первый раз сказали о том, что дети с ДЦП занимаются горными лыжами и не попробовать львам, ну честно говоря, для меня это выглядело как какой-то абсурд. Потому что неходящего ребенка ставят на лыжи, а когда стали более подробно узнавать, интересоваться, оказалось, что это да, возможно, и при том очень неплохой положительный эффект имеет. Метод реабилитации горными лыжами появился в России благодаря супругам Белоголовцевым. Они переняли опыт у зарубежных стран. Так в нашем государстве появилась программа под названием «Лыжи мечты». Тимур стал первым ее участником в Рязани, о чем не жалеет ни он, ни родители. Положительный эффект заметили уже в первые несколько месяцев после тренировок. До того, как он встал на лыжи, он практически даже по дому без посторонней помощи передвигаться не мог. Как только он начал заниматься лыжами, уже где-то через месяц после начала, после того, как он начал этим заниматься, мы увидели прогресс буквально на глазах. То есть он встал и стал ходить по квартире самостоятельно. Со временем прогресс стал заметен сильнее. Занятия с Тимуром начинали на так называемых зеленых трассах. Это спуски для новичков. Сейчас он уверенно покоряет и синие трассы. Они следующие по сложности. В шесть лет мальчик уже начал участвовать в соревнованиях. В Москве он получил свою первую медаль. И спустя два года он вновь выиграл награду. Да не одну, а целых две. Семья Бочкаревых приехала на горнолыжный курорт «Роза Хутор», где каждую субботу проводились соревнования для детей. Тимур захотел в них поучаствовать. В результате медали за участие и как победитель от программы «Лыжи мечты». Было очень трогательно, когда все дети участвующие, ну, многие с родителями были, детишек было человек, наверное, 30, ну и, соответственно, родители. И когда его поставили уже на пьедестал, пригласили его первым, награждали, они так дружно стали кричать «Молодец! Поздравляю!». Ну, это было очень трогательно. Конечно, ну, не пожалели, что приняли участие. Здорово было. Родители отмечают, что есть здесь и отрицательная страна. Проект реабилитации горными лыжами пока не признан официальной медициной как метод лечения. В результате никакой финансовой помощи от медицинских учреждений они не получают. И хоть программа «Лыжи мечты» во многих регионах спонсируется за счет правительства, в Рязани пока такой практики нет. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». О забытых сражениях напоминают в Рязани. До середины апреля жители и гости города смогут посетить всероссийскую выставку стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. Такие экспонаты лучше разглядывать через лупу. Примечательно, что выставка проводится в нашем городе уже в десятый раз. Что заинтересует ее посетителей, расскажем в следующем материале. Мечи воинов в застывшие в воздухе. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр боевых сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп кадры исторической хроники, а модели десятой выставки «Забытые сражения». Она имеет поистине огромный размах. Более 50 городов-участников и свыше 850 экспонатов. Сейчас сложно поверить, что начиналось все с небольших выставок. Начало было положено в 2009 году, когда состоялась первая выставка такого масштаба. Тогда она называлась «История в миниатюре». Позднее название сменилось, но суть осталась прежней. Выставки были и до 2009 года в городе Рязани, но все они были, скажем так, либо авторскими выставками небольшими конкретных моделистов, либо приуроченные к какому-то событию, там, День Победы, 23 февраля. То есть такого чисто городского, ну, локального масштаба. Почти все модели, представленные на выставке, можно назвать эксклюзивными. Они могут отличаться по особенностям сборки и методам раскрашивания. Многие воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам. В моделях учтены даже самые мелкие детали реальных прототипов. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. На выставке присутствуют и модели современной техники, самолеты, танки и автомобили. На первый взгляд не скажешь, что эти прототипы собраны из бумаги. На десятую выставку их прислали участники из Москвы. Могу сказать, что дети действительно, приходя, они остаются, влюбляются в это творчество, но каждый находит свое ответвление. Кто-то уходит исключительно в пластик, кто-то через какое-то время начинает любить бумагу. И кто-то уходит в миниатюру и роспись ее. Кто-то делает исторические модели, кто-то делает фэнтези. Возраст участников самый разный. Здесь есть и школьники, и пожилые люди, которым удается совмещать работу и хобби. Выставка «Забытые сражения» будет работать до 13 апреля. Посетить ее может любой желающий. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем отличных выходных. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok